Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Конституционный суд Абхазии сформирован. Комбидатура Алисы Бекбавы утверждена в ходе заседания сессии Народного собрания. Сначала ремонт, потом учеба, занятия в Агу начнутся 22 февраля. Пять вечеров на исторической родине. Приз Володинского фестиваля завоевал одноименный спектакль «Русдрама». Начнем с официальной информации. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. В телеграмме, в частности, говорится. От имени народа и руководства Республики Абхазия выражаю соболезнования вам, а также родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. В Абхазии с глубокой скорбью восприняли известие о трагическом событии, следствием которого стали человеческие жертвы. В этот трудный час мы вместе с вами, с родными и близкими погибших, переживаем эту тяжелую утрату. Продолжаем выпуск. Конституционный суд Абхазии сформирован. Кандидатура пятого судьи Алиса Бегвава утверждена в ходе первого заседания весенней сессии Народного собрания. Также депутаты ратифицировали соглашение о сотрудничестве в области оказания медицинской помощи между Абхазией и Россией. Утвердили создание рабочей группы по разработке законодательства в налоговой сфере. Рассмотрели изменения в некоторые законодательные акты в сфере административных правонарушений. Подробностью мои коллеги Иланы Казанба. 12 февраля состоялось первое заседание весенней сессии Народного собрания. В повестке дня парламентариев значилось 9 вопросов, 3 из которых были кадровыми. На должность уполномоченного по правам человека претендовали Асида Шакрыл и Одиссей Бегвава. До утверждения представленной повестки депутаты отложили вопрос об избрании омбудсмена по причине отсутствия одного из кандидатов. Также перенесли обсуждение законопроекта об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности. Депутат Аслан Бжания предложил отложить и избрание Алисы Бегуа на должность судей Конституционного суда. Парламентарий с коллегой не согласились. Кандидатура Алисы Бегвава, это кандидатура из группы оппозиции, ту ночь даже наставили на том, чтобы тут же решили ее вопрос избрания в Конституционный суд. Но тогда мы это правильно сделали, отложили. Столько уже времени прошло, если мы до сих пор не поняли, не договорились, я не знаю, что дальше с нами будет. Поэтому я прошу, это очень ответственный вопрос. Мы должны точку там поставить. Затем депутаты утвердили повестку дня. Первые рассмотрели гратификацию соглашения между правительством Республики Абхазии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение. В соответствии с соглашением экстренная медицинская помощь оказывается гражданам одного государства, находящихся, либо пребывающих на территории одной страны в медицинских учреждениях бесплатно. Плановая медицинская помощь, высокотехнологичная, оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Абхазии, а также лицам с двойным гражданством и застрахованным в системе медицинского страхования Российской Федерации за счет средств страховых организаций. Граждане Республики Абхазии, пребывающие на территории Российской Федерации и не застрахованные в системе медицинского страхования, медицинская помощь будет оказываться за счет средств медицинских учреждений по квотам, которые выделяются уполномоченным органам в сфере здравоохранения Российской Федерации, уполномоченному органу в сфере здравоохранения Республики Абхазия. Само соглашение было заключено еще в 2013 году. В профильном комитете единогласно рекомендовали законопроект к принятию. Договор регламентирует вопросы, которые остались после предыдущей ратификации по страховому соглашению. Потому что есть области, которые не покрываются страхованием, и их надо было как-то регламентировать, что и позволяет сделать данный договор. 29 депутатов поддержали ратификацию представленного соглашения. Следующим вопросом рассмотрели внесение изменений в некоторые законодательные акты в сфере административных правонарушений. Если в ранее действующей редакции лимит наличности устанавливался самим указом президента, то новая редакция указа предусматривает, что лимит для каждого клиента будет устанавливаться самим банком. 26 депутатов поддержали изменения, один был против. Следующим докладчиком стала Натали Смыр. Она предложила коллегам утвердить рабочую группу по разработке законодательства в налоговой сфере. О необходимости создания подобной депутат Смыр говорила еще 17 января. Теперь же парламентарий представила ее пока не окончательный состав. В частности, от администрации президента представлена Лужба Адгур Нурбеевич, от управления Министерства по налогам и сборам представлены два члена, это Гулия и Царгуш, от Министерства экономики Тарба Батал, от Таможенного комитета заместитель председателя Государственной таможенной службы Клиссиния Ушанги, от АГУ Абхазского государственного университета представлен Шалашав Заур Иванович и Делба Владимир Валерьевич, от ассоциации предпринимателей Абхазии представлен Роман Кочарава. Кроме того, входят в нее и помощники депутатов. Группу народные избранники утвердили. Затем перешли к кадровому вопросу. Алису Бигуа на должность судей Конституционного суда избирали тайным голосованием. Результаты озвучил председатель счетной комиссии Валерий Агарба. Присутствовало депутатов 29, всего бюллетеней 35, выдано бюллетеней 24, проголосовало 24. Бигуа, Алису Зуравну за проголосовали 23, против 1. Недействительных бюллетеней нет. По итогам тайного голосования об избрании должности судей Конституционного суда Республики Абхазия Бигуа Алису Зуравну избрана судей Конституционного суда. Таким образом, Алиса Бигуа до сегодняшнего дня, являвшаяся помощником генерального прокурора Республики по особым поручениям, стала пятым судей Конституционного суда. Теперь, согласно регламенту, этот орган может приступить к своей работе в течение 10 дней. В ходе сессии Бигуа принесла присягу. Ей был присвоен высшеквалификационный класс. Судья поблагодарила депутатов за оказанное доверие. Напомню, ранее судьями Конституционного суда избраны Людмила Ходжашвили, Рауль Пантия, Нуритания и Диана Пилия. В завершении депутаты рассмотрели земельные вопросы, дав согласие на перевод из категории в категорию двух земельных участков в Голорыбшском районе. Перед тем, как принять решение по первому вопросу, глава администрации президента Даур Аршба ознакомил депутатов с обращением президента к собранию Гагарского района о предоставлении кандидатуры на должность главы администрации Гагарского района Геннадия Сичинава. Затем, путем открытого голосования, депутаты дали согласие на назначение главой администрации Гагарского района Геннадия Сичинава. За такое решение проголосовали 22 депутата из присутствовавших 23. Один воздержался. В сегодняшнем дне прошествовали определенные события. Обычно у нас уже так завелось, к сожалению, когда освобождается то или иное должностное лицо, появляются сразу инициативные группы, которые пытаются ходатайствовать, лоббировать определенные кандидатуры определенных людей. Возможно, в этом ничего плохого нет, но в данном случае законодательство полностью отдает инициативу президенту страны и районному собранию. Поэтому в соответствии с законом президент 5 февраля представил кандидатуру Сеченава в народное собрание, для того, чтобы собрание рассмотрело и твердило кандидатуру. Значит, перед этим было письмо от группы общественности Гагзинского района рассмотреть иную кандидатуру. Но, во-первых, письмо уже было послано на момент подачи документов на вторую кандидатуру, поэтому президент не имеет права одновременно представлять две кандидатуры. И он остановился на первой кандидатуре, и она оказалась принятой, можно сказать, достойной кандидатурой. Народное собрание Гагзинского района, фактически в составе 23 человек, 22 человека проголосовали за данную кандидатуру. И я благодарю собрание за то, что они так оказали поддержку инициативе президента, по его предложению. Я думаю, что человек выходец из Гагры, достойная кандидатура, большой опыт работы имеет правоохранительных органов, службы органов госбезопасности. И на новом поприще мы все надеемся, что он раскроется по-новому. Сводка МВД. Прокуратура Ачимчирского района возбудила уголовное дело по факту похищения капитана турецкого раболовецкого сейнера Селима Кая. Как сообщает пресс-служба МВД в тежурную часть Ачимчирского РОВД, 9 февраля примерно в 22.30 поступило телефонное сообщение о похищении человека. Следственная оперативная группа установила, что в этот день примерно в 20.40 в районе Ачимчирского морпорта двое неустановленных лиц, вооруженные пистолетами, остановили машину БМВ без номерных знаков с пассажиром Селима Кая, гражданином Турции. Неизвестные под угрозой применения насилия высадили водителя БМВ, завладели данным автотранспортным средством и, похитив пассажира, скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления угрозыска МВД Республики Абхазии и отдела угрозыска Ачимчирского РОВД совместно с СГБ республики обнаружили машину на проселочной дороге в районе Баслахского перекрестка. Принимаются меры по установлению задержания лиц, причастных к данному преступлению. Общественная организация Айтайра обращается к Генеральной прокуратуре дать соответствующую правовую оценку заявлением Ахравицба в соцсетях. Ахравицба – командир военного подразделения Герой Донецкой Народной Республики. Айтайра возмущена заявлением Ахравицба, в котором содержится откровенная угроза пролить кровь в адрес экс-президента Александра Анкваба. Клеветнические измышления в адрес экс-президента Анкваба, якобы желающего исчезновения нации, вверх цинизма, отмечается в заявлении общественной организации. Международная политика. На днях завершился официальный визит делегации Абхазии, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Ковы в Республику Науру. Предлагаем вам материал пресс-службы МИД Абхазии по итогам визита. В первый день визита состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Дауром Ковы с президентом Республики Науру бароном Девавеси Ваком. В ходе состоявшейся обстоятельной беседы стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие отношений в контексте наращивания связи в Тихоокеанском регионе. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии также подчеркнул, что яркой страницей в истории взаимодействия двух стран стало посещение президентом Науру бароном Девавеси Вакой Республики Абхазия с официальным визитом в ноябре прошлого года. Министр иностранных дел Дауркова передал барону Девавеси Ваку приглашение президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба посетить мероприятие, посвященное празднованию 25-летнего юбилея победы в Отечественной войне народа Абхазии. По окончании встречи стороны обменялись памятными сувенирами. 31 января в ходе визита абхазской делегации в Республику Науру состоялась торжественная церемония подписания соглашений международным собранием парламентом Республики Абхазия и парламентом Республики Науру о межпарламентском сотрудничестве. Соглашение подписали вице-спикер парламента Республики Абхазия Саид Харазия и спикер парламента Республики Науру Сирил Бураман. В ходе церемонии вице-спикер парламента Республики Абхазия Саид Харази отметил необходимость наращивания всестороннего межгосударственного взаимодействия Республики Абхазия и Республики Науру, а также подчеркнул значимость обмена опытом в области обеспечения межпарламентского сотрудничества и согласованием позиций сторон по международным проблемам, стоящим на совместной повестке дня. Для нас большая честь представлять Республику Абхазия в этом прекрасном крае Республики Науру. Народ Абхазии никогда не забудет мужественное решение руководства Науру о признании нашей независимости и государственности в 2009 году. Мы от всего сердца поздравляем народ Науру с той знаменательной датой. Желаем счастья, мира, процветания о Республике Науру, прекрасном крае, мира и благоденствия. Наши оба народа исповедуют христианство. Пусть всемилостивый Господь поможет на вашем пути. Дохранит вас Господь. В свою очередь спикер парламента Науру Сирил Бураман поблагодарил члена в Абхазской делегации за визит и выразил надежду на то, что подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве станет очередным шагом на пути формирования более высокого уровня взаимопонимания и партнерства между двумя государствами. Беслан Аграба вновь избран председателем правления Московской Абхазской диаспоры. Аграба, возглавляющий организацию с 2012 года в ходе отчетно-выборного собрания общественной организации, был единогласно избран председателем правления МАД. Председатель избирается сроком на три года. И вновь к делам внутренним. Сначала ремонт, потом учеба. Занятия в Агу начнутся 22 февраля. Начало второго семестра, запланированное на 12 февраля, решением ученого совета отложено на 10 дней. Это время необходимо для завершения сборки и установки новой мебели, после чего финальный этап капитального ремонта будет завершен. И студенты продолжат учебу в обновленных аудиториях. Длительность второго семестра от этого не изменится. Студенты наверстают упущенную неделю в июне. Репортаж Надежды Боровиковой. Капитальный ремонт Абхазского госуниверситета, продолжавшийся в течение семи лет, подошел к завершающей стадии. Строительно-монтажные работы завершены в декабре прошлого года. Осталось изготовить и установить новую мебель. Под эти задачи полностью отдан экономический факультет. Из-за больших объемов производителю позволили хранить и собирать мебель прямо здесь, а потом уже разносить по этажам. С 1 января практически идет интенсивная работа по изготовлению, сборке и расстановке мебели по аудиториям. Вот вы как наблюдаете сами, вся вот эта, скажем, и коридоры, и кабинеты сегодня, они уже как бы готовой продукции завалены. И мы попросили электорат, чтобы дали нам возможность 10 дней, чтобы мы могли их уже растащить по необходимым, по тем аудиториям, где они должны быть и установлены. Начинать учебу, пока не закончился ремонт, не стали. Как показывает опыт, учебный процесс был бы нарушен, и расстановка мебели заняла бы больше времени. Такая отсрочка, тем не менее, никак не отразится на объеме получаемых знаний. Это не значит, что мы сократили учебный семестр. Учебный семестр продлится, как и полагается, 17 недель по учебным планам. Просто он сдвинут на вот эту неделю, и в июне месяце мы вот этот семестр удлиним. Так что наши студенты получат абсолютно ровно столько информации, учебных занятий, сколько и полагается. Некоторые кабинеты уже укомплектованы, другие ждут своей очереди. Рядом с факультетами появились вывески на абхазском языке, установлен новый лифт. Преподаватели с нетерпением ждут начала работы в новых, непривычно комфортных условиях. Мы долгое время до войны, придя сюда, занимались в незастекленных аудиториях, не имея библиотек, не имея нормальных парт и столов. И сегодня, видя такую подготовительную работу к началу учебного процесса, когда завозится новая мебель, новое оборудование и так далее, это не может не радовать нас, потому что это тоже скажется и на качестве учебного процесса. Хочется выразить большое спасибо всем тем, кто причастен к этим переменам, замечательным переменам. Помимо установки мебели в университете кипит другая работа. Преподаватели формируют учебные планы, составляют расписание, а студенты ликвидируют академические задолженности. Надежда Боровикова, Раму Камки, Абаза ТВ Щедрый понедельник, новая акция Ашаны. Очередная пресс-конференция культурно-благотворительного фонда Ашана состоялась 12 февраля. В пресс-центре «Спутник Абхазии» подвели итоги двух значимых мероприятий, имевших место в благотворительной организации за последнее время. Речь шла об изменениях в составе попечительского совета фонда, а также о набирающей популярности в Абхазском обществе акции. Амелия Сатурян продолжит тему. Благотворительная акция «Щедрый понедельник», основная цель которой – вовлечь как можно больше людей в спасение тяжело больных подопечных фонда Ашана, стартовала в Абхазии 25 декабря минувшего года. За последние несколько недель в ней успели принять участие различные организации и обычные граждане. Сейчас эстафету у магазина «30 секунд» приняло информационное агентство «Спутник Абхазии». Уже шесть компаний приняли участие в акции. Каждый желающий может принять участие, будь то физическое лицо организации. При этом, чем примечательна акция, каждый участник может придумать свою особенную форму участия. Акция, которая впервые проводится в республике, получила широкое распространение в мире, начиная с 2012 года. За шестилетнюю историю к ней присоединились более 75 стран, множество глобальных компаний, некоммерческих организаций, сотни тысяч человек. Все вместе они смогли собрать около 200 миллионов долларов в пользу тех или иных благотворительных фондов. Идею провести акцию «Щедрый понедельник» в нашей стране фонду Ашана презентовала сотрудник социального комитета Народного собрания Абхазии Аддица Цикутания. У меня вообще давно была идея реализовать этот проект «Щедрый понедельник». Я знала его существование и просто я позвонила Маке, мы встретились, обсудили все детали и решили запустить данный проект. Я хочу отметить, что первыми поддержали, конечно же, мои друзья, это магазин «Накалат», всем известный, и, конечно же, депутаты парламента, за что им огромное спасибо. В мировой практике данная акция проходит раз в год в один из вторников и носит название «Щедрый вторник». Абхазскими организаторами было принято решение продлить акцию на все понедельники зимних месяцев. Впереди еще два «Щедрых понедельника». Если кто-то хочет поучаствовать, будь это физическое лицо или организация, не знает, как это сделать, просит пообращаться к нам в фонд, набирать на наш номер 773-5050, либо написать на нашу почту ашанокбфсобакаджмейл.ком. Мы всегда отвечаем на почту, на телефон, и все интересующие вопросы задавайте, спрашивайте, мы вас поддержим и дадим всю необходимую информацию. Исполняющая обязанности директора фонда Ашана Мактина Джинджолия рассказала об изменениях, которые произошли в составе попечительского совета благотворительной организации. Новыми членами попечительского совета стали директор филиала «Энергосбыт» РУП «Черномор Энерго» и «Нал-Лазба», депутаты парламента Республики Абхазия Алхаз Чинджолия и Алаша Ашуба. Также в ходе встречи состоялись выборы председателя попечительского совета. Все члены совета единогласно проголосовали за кандидатуру из Ольды Хакб. Должна сказать о том, что она уже более двух лет является членом попечительского совета и поддерживает нас в любых вопросах. Депутат Народного собрания Республики Алхаз Чинджолия, ставший членом попечительского совета фонда Ашана, врач по специальности. Он отметил, что будет содействовать работе организации, применяя практику международных связей в сфере медицины. «За любой посыльный вклад людям, наверное, всегда надо бить большое спасибо, за что я и благодарю, кстати, своих коллег, стесадец уверен. Надеюсь, это кому-то поможет наш вклад, осуществит благородные цели». Развивая тему акции «Щедрый понедельник», необходимо отметить, что участие в ней предполагает не только финансовую поддержку. Помочь подопечным фонда Ашана можно различными доступными для вас способами. Амелия Сатурян, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. А фонд Апсны реализовал проекты на общую сумму 41 миллион рублей. Итоги трехлетней работы некоммерческой организации Международного фонда Апсны подведены в ходе итоговой пресс-конференции. Президент фонда Сонер Гогу отметил, что за прошедший период были и трудности, но за этот промежуток времени сделано многое. Вице-президент фонда Максим Гвенджи в свою очередь рассказал о широкомеждународной деятельности организации. По международному направлению за три года было осуществлено более 50 международных контактов и около 40 международных поездок, визитов. И все эти визиты были осуществлены нашим фондом, очень часто во главе с президентом нашего фонда Сонером Гогу. Очень часто эти визиты были совместные. Наш фонд организовывал совместную поездку представителей нашего фонда и представителей государства. С нашим фондом в заграничные поездки ездили и министры, и сотрудники других учреждений государственных и ведомств. У нас география нашей международной деятельности оказалась довольно-таки большой. Мы развивали очень тесные связи и продолжаем развивать, как вы знаете, с Российской Федерацией. Это безусловно, потому что там у нас очень большая диаспора, очень много партнеров. «Пять вечеров» на исторической родине. Приз Володинского фестиваля завоевал спектакль «Русдрама» «Пять вечеров». 14-й международный театральный фестиваль, посвященный памяти драматурга Александра Володина, на закрытии которого со своим спектаклем выступила труппа Государственного русского театра драмы имени Фазилия Искандера, проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям театру. Элеонора Гелаян связалась с директором «Русдрамы» Ираклием Хинба в эксклюзивном интервью об успехе и планах. В середине 50-х в Ленинград вернулся Ильин. В 2018-м в Санкт-Петербург поехали пять вечеров «Русдрама». Главного героя одноименной пьесы Володина кружила от нахлынувших воспоминаний. Кружила в Питере и нашу труппу. Правда, от бесконечных эмоций. То, что «Русдрам» отобран и едет на Володинский фестиваль, было известно давно. И, надо признаться, никаких сомнений в успехе любимых артистов в культурной столице России у поклонников не было. Директор «Русдрамы» Ираклий Хинба еще до отъезда сообщил в Фейсбуке, что все билеты на пять вечеров в театр на Литейном раскуплены. А в ходе самих гастролей руководитель держал поклонников театра в курсе всех событий благодаря публикациям в соцсетях. Вот прогон спектакля, вот программка, а вот, собственно, и сам триумф. Фестиваль «Пять вечеров» зародился в 2004 году и проходил в дни 85-летия Александра Володина. Под знаком Володина и Володинского прошло много фестивалей, но «Пять вечеров» стали неотъемлемой частью российского театрального ландшафта. «Пять фестивальных вечеров» – это десятки спектаклей, читки, обсуждения. В этом году фундаментальные для фестиваля «Пять вечеров» презентовали сразу два театра – «Русдрам» и городской драматический театр из Китая. Важно, что сухумская постановка была торжественно закрывающей фестивальные дни. Из Санкт-Петербурга директор «Русдрама» Ираклий Хинба направился в Москву и уже оттуда поделился с нами пока свежими мыслями и чувствами. Ну, спасибо вам и всем нашим отечественникам, друзьям за искренние поздравления. Мы огромное количество их получаем. На самом деле мы немножко такие ошалевшие, потому что не ожидали такого приема, такого успеха. И очень интересные оценки, очень интересный разбор этого спектакля в критическом кругу Санкт-Петербурга. То есть для нас это какое-то невероятное событие. И зал, который нас пугали, что зал будет таким очень спокойным, холодным, не будет выражать эмоций никаких. Но зал был очень чувствующим, очень эмоциональным, очень умеющим отвечать на энергетический посыл со сцены. Что касается оценки, то конкурсные программы фестиваль не подразумевает. Но подразумевает нечто гораздо большее. Если говорить о каком-то рейтинге спектакля или каких-то там позициях, после окончания спектакля, если кто-то хочет эти позиции выставить, то, конечно, ориентируется на прием публики и ориентируется на отзывы критиков. Прием публики у нас был оглушительным. Сказали, что ни на одном спектакле зал не стоял, кроме нашего. И критики сделали тоже свой вывод. И скоро будут, кстати, статьи появятся в профессиональных журналах о нашем спектакле. Но сам факт, что мы были отобраны на этот фестиваль, а критики отсматривали сотни спектаклей по всей России и в зарубежных странах, и отобрали именно наш спектакль. Это уже говорит о том, что мы победили, безусловно. Конечно, Володинский фестиваль – отличная площадка для новых знакомств. Собранные в сердце Санкт-Петербурга именитые режиссеры, театральные критики и редакторы лучших театральных изданий. Теперь все они не только знают про Русдрам, но и уже строят совместные творческие планы. Я думаю, что мы уже в 2019 году реализуем несколько проектов с участием санкт-петербургских театральных деятелей в Абхазии. И самое главное, что мы наладили контакты, связи с критическим сообществом Санкт-Петербурга, с редакцией петербургского театрального журнала. Это самый лучший театральный журнал России. И там вот Марина Дмитревская, его главный редактор, и другие критики, они готовы с нами тоже сотрудничать, помогать нам. Труппа уже вернулась домой, а директор Русдрама отправился в Москву на встречу с новыми работами абхазской студии Щукинского театрального института. Я посмотрю спектакль и посмотрю несколько отрывков, в которых будут заняты наши студенты. И пообщаюсь с преподавателями, с профессорами, с коллегами. В любом случае, я очень рад, что сегодня очередная встреча наша состоится, потому что я часто приезжаю, я слежу за тем, что происходит у ребят, как они учатся, какие у них проблемы, стараюсь помогать, если эти проблемы возникают, решать эти проблемы. Так что вот такой насыщенный день, а завтра возвращаюсь в Абхазию, чтобы 14 февраля мы открыли вторую половину сезона в нашем театре. Спасибо большое, Рак Иривазович, удачного вам вечера, и вообще спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо вам за поддержку информационную и вообще такое дружеское, доброе отношение к нашему театру. Вторая половина сезона «Русдрама» откроется уже полюбившимся Рождеством в доме Купьелло. Элеонора Гилаян, Сосры Куагуха, Абазатовая. Спорт. Сабри, Джан, Барша, Каршакян стали золотым и серебряным призерами первенства Краснодарского края по боксу среди юношей 15-16 лет в Анапе. Бронзо у Германа Арджини. В первенстве принимало участие 162 спортсмена из 27 муниципальных образований Краснодарского края. Тренируют спортсменов Олег Тарасов, Эдуард Депелян, Элизбар Джологу. Сейчас о погоде. Во вторник, 13 февраля, в столице облачная погода, дождь. Температура воздуха днем 11, ночью 6 градусов выше нуля. А на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова